Детский сад «Улыбка» был построен год назад. Соцобъект финансировался из средств республиканского бюджета. Сегодня образовательное учреждение соответствует всем современным стандартам. Детсад пользуется таким успехом, что сюда везут ребятишек даже с отдаленных районов Дагестана. На официальном открытии присутствовали Магомед Саламагомедов и Дмитрий Ливанов. Все это, то что мы делаем, то что мы строим школы, строим детские сады, возможно, потому что в нашей республике оказывается масштабная всесторонняя помощь федерации нашей, руководством нашей страны. И вот Дмитрий Ливичевич реализует эту политику и в том числе и в нашей республике. Там, где много трудностей, сегодня мы открываем детский сад. Это большое событие, потому что, к сожалению, у нас большие проблемы. Только 25% наших детей сегодня имеют возможность сходить в детский сад. Это мало, но за короткое время, буквально в течение нескольких лет, пяти лет, мы должны эту проблему решить. После открытия обход помещений Магомедов и Ливанов осматривают каждую группу, высказывают свое мнение, интересуются работой педагогов и беседуют с детьми. Затем уже в актовом зале воспитанники детсада подготовили для гостей небольшой концерт. Ну а те, в свою очередь, не оставили маленьких артистов без внимания. Каждому ребенку президент Дагестана лично вручает подарок. Вторая общеобразовательная школа в Ленинкенте была открыта в сентябре этого года. Сегодня здесь учатся 850 ребят. Президент Дагестана и федеральный министр осматривают классы. В кабинете информатики Магомедов замечает, что ребята сидят слишком тесно. Кабинеты физики, химии, музыки и в каждом комфортные условия для учебы. Магомедов и Ливанов общаются с педагогами и детьми. И каждому из них понятны и близки их проблемы. Ведь и сами они преподаватели. Белый верх, темный низ. Вот уже 20 лет в Минобразовании нет единого мнения по поводу школьной формы. А какой она должна быть для дагестанских ребят, интересовались педагоги. Если будут единые требования для школьной формы, для всех регионов, для всех школ, то, естественно, уже на уровне региона мы сможем какие-то свои учесть особенности. Действительно, и в этом плане Дагестан не только один из, так скажем, видовых регионов, он и уникальный регион, мы сама республика многонациональная и многоконфессиональная. И нам нужно, чтобы в наших школах чувствовали себя одинаково хорошо представители всех национальностей и всех конфессий. Мы обязательно именно так исходить будем именно из этих принципов. Мы сотни лет живем все вместе, представители ислама, христианства, иудаизма, и у нас никогда на этой почве не возникало конфликтов. Надеюсь, что и школьная форма тоже не будет предметом, который осложнит отношения, а наоборот, мы сделаем так, чтобы это устраивало всех. На встречу с делегацией пригласили учителей со всех городских школ. Президент отметил, что благодаря программе модернизации образования школы оснащены сегодня необходимым оборудованием. И это не предел. Размер заработной платы педагогов тоже будет расти. Остается, наверное, проблема, о которой мы постоянно думаем. Это зарплата, это уровень оплаты труда. Педагогов, они, наверное, об этом сами могут сказать. Я как бы предваряю ваш вопрос. Поставленная задача по тому, чтобы зарплата учителя была такой же, как средняя по экономике, нами решается. Другое дело, что у нас и сама эта зарплата в среднем по экономике невысокая в республике. Поэтому у нас, может быть, и вы получаете меньше, чем ваши коллеги в других регионах. Но мы сейчас очень активно поднимаем зарплату по экономике в целом. Если вот, я же говорю, в 2011 году, откуда мы начали мерить первый квартал, в республике была 10 300 зарплата, сегодня уже 13 500. Это хорошие темпы, и я думаю, что мы будем еще наращивать. А значит, вы автоматически, поскольку это привязано сейчас, будете тоже получать более высокую зарплату. В Дагестане высокая рождаемость, и это хорошо. Ливанов подчеркивает, что надо строить больше школ и детских садиков. Но именно таких, в которых уровень образования будет соответствовать среднероссийскому. Мы ставим перед собой задачу довести основные показатели развития системы образования в Северном Кавказе, в частности, в Дагестане, до среднероссийских значений в течение нескольких лет. А это требует действительно очень серьезных инвестиций, очень серьезной, напряженной работы и большого труда у всех нас. Вопросы министру задают самые разные. От стимулирующих выплат до наличия свободных мест в школах. И на все Ливанов отвечает подробно. Вывод можно сделать только один. Решение проблем школ и детских садов – сегодня одно из самых приоритетных задач для руководства страны. Патиман Бурзиева, Нариман Алибеков, Расул Дибиров, Юсуп Газиамаров. Время новостей.